Здравствуйте, туристы и милитаристы! Сегодня мне помогает обзор делать Гена. Гена назван так в честь Генриха Моргана. На самом деле Генрих Джонович, он был человек такой решительный, но с юмором. И любил говорить, у кого нож, того и удачи. Ну, может он не так говорил, или примерно так. Ну, по крайней мере, можно точно утверждать, что удача этому человеку сопутствовала всю его жизнь. Потому что вместо того, чтобы быть где-то растерзанным в бою или повешенным на рее, он закончил свою жизнь губернатором Ямайки. И умер не от пули или удара кинжала или шпаги, а от банального цирроза печени. Гена, спокойно, еще не вечер. Заветная коробочка Кизляр Суприм и нож Фортуна. Продолжение пиратской серии. Собственно, ради этого весь этот маскарад. Офигенная серия. На самом деле, если изначально Кизляр Суприм, вот я, например, для себя воспринимал, как, безусловно, в первую очередь, лидер производства тактических ножей. Мощных, жестких, брутальных. Я думаю, что не я один такой. То есть, Суприм воспринимался всегда с какими-то именно тактическими моментами. Но в какой-то момент, я думаю, что им стало просто тесно в своей нише. И они начали потихоньку занимать нишу такого, ну, будем считать, лесного хозбыта, как я называю. То есть, кухонного, лесного, дачного, какого угодно. И они сделали нож Корсар. Просто великолепнейший нож. Потому что, несмотря на его тонкий обух, видео у нас есть на канале, нож просто шикарнейший отработал на кухне. Прямо как кухонник. Строгал он на улице просто безупречно. И при этом, ну, пускай там не здоровенные какие-то огромные деревья, но какие-то колышки он и рубил. И в том числе был батонинг поперек. То есть, это не батонинг в каком-то именно жестком, экстремальном смысле был. Но это была действительно, скажем, дана какая-то ударная нагрузка на клинок, на режущую кромку. И нож все выдержал. И, не остановившись на достигнутом, поняв, что линейка эта пошла очень удачно, потому что, мало того, что это действительно удобный нож был и есть Корсар, сама по себе линейка очень дешевая. Сделали вот такое продолжение «Фортуна» и будет еще третий нож, насколько я знаю, называться он будет «Флинт». Может еще и четвертый, там, посмотрим. Полная длина ножа 246 мм, длина клинка 131 мм, толщина клинка по обуху 2,4 мм, ширина 35,5 мм, сталька здесь АУС-8, твердость заявлена 57-59 единиц по шкале Роккола и вес ножа всего 142 грамма. Рукоять, корень ореха. Классические, очень такие, хорошо пошитые ножны. Единственное, не то чтобы замечание к этим ножнам, а такой вот хочу отметить момент, что, конечно, такое покрытие, такое у них напоминает мне чем-то, может быть, керзовый сапог. То есть, такой вот шершаво-глянцевый такой момент покрытия, но сами нужно по себе, сшиты очень аккуратно, ровная строчка, хорошие черные заклепочки, отверстия у нас, отверстия у нас здесь нет, петля вертикального, петля свободного, петля свободного, петля фиксированного вертикального подвеса, надпись Кизляр Супри, все как полагается. При какой-то носке, я думаю, что нож у вас не выпадет, ну, сейчас давайте я тряхну, ну, вот если со всей силы тряхнуть, то, конечно, нож из ножен выпадает, но я не могу себе представить ситуацию, если у вас нож на ремне, как нужно прыгнуть вниз головой и удариться головой об пень, например, чтобы у вас нож при этом выпал. В общем, хорошие, добротные, классические ножны. Теперь переходим к приятному моменту, это, конечно же, сам по себе, нож и, в первую очередь, рукоять. Рукоять очень такая спокойная, грамотная, удобная. Сделано все для того, чтобы рукоять не была какой-то вот такой, вот именно супер-мега-тактической, но она сверхудобна. Очень хорошее поднятие здесь спинки и уход вниз. Вот это место просто великолепно. При каком-то вот таком вот полудиагональном хвате, палец ровно встает вот в выемку, и это место упирается здесь вот чуть выше середины ладони. Просто для какого-то именно вот такого хвата это просто идеально. При малоточном хвате лично мне чуть-чуть не хватает здесь объема именно в месте под пальцевые выемки, под указательный палец. Лично под себя я бы сделал немножко толще вот в этом месте рукоять, ну, может быть, на миллиметр и четыре. Тогда просто больше было бы такое ощущение заполненности. Но если не считать указательный палец, то в целом, я думаю, опять же, с дроганием будет проходить на ура, потому что форма вот спинки, она действительно способствует тому, чтобы вот именно какие-то продавливающие движения делать какой-то пушкат, производить обратный хват. Обратный хват великолепен, потому что как раз-таки то место, где мне не хватает объема для указательного пальца, занимает мизинец, и он просто, просто шикарен, обратный хват. Рукоять собрана очень, очень так, аккуратно, красиво. Монтаж у нас фулл танк. Я хочу сказать одну вещь, которую я несколько раз отмечал для себя именно на супремовских ножах. Они просто каким-то, ну, они, во-первых, находят орех с каким-то дивным рисунком. Этот орех, который он запросто конкуренцию составит даже карельской березе хороших сортов. И они его как-то просто, ну, нереально полируют. Рукоять, такое ощущение, что она просто стеклянная. Она очень, очень так вкусно заполирована, и держать этот нож в руках просто доставляет одно удовольствие. Кстати говоря, опять же, если брать пример, вот, зная, как ребята обрабатывают свои рукояти, и Корсар, и Калада при контакте с водой. Я их мыл по нескольку раз, никакого ворса не появилось. То есть, вот, абсолютно вот эта вот полировка дерева, она сохранилась. Для ножа за полторы тысячи рублей, за тысячу шестьсот рублей, это просто идеально. То есть, в магазине Кизляр Экстрим, который предоставил нам этот нож, этот нож стоит, сейчас, секунду, чтобы убедиться, посмотрю. Тысяча пятьсот девяносто пять рублей, сущие копейки, на самом деле, для такого хорошего качества. Все, как мне нравится, с клином. То есть, уход, вот этот вот, такая вот птица-чайка, идет вниз, такой вот, уход спинки, и поднимается обувь. Клин похож на корсар своей формы, но немножко, все-таки, другая форма. Здесь у нас вогнутые спуски от середины ширины клинка. На самом деле, этого более чем достаточно, чтобы шикарно резать, потому что обувь у нас 2,4, и спуски идут, ну, спуски идут такие невысокие, именно для того, чтобы сохранить какую-то вот крепость, сопротивляемость нагрузкам самого клинка. Я напомню, кстати, что, так же, как и на корсаре напоминал в свое время, что тот же самый нож разведчика образца 40-го года имел обувь толщиной 2,5-2,6 мм. Я не помню точно, то есть, ну, 2 с чем-то было. И это не мешало ему быть боевым ножом, официальным ножом Великой Отечественной войны. То есть, обувь 2,4 мм не надо недооценивать. И если... Да что ж ты... И если у вас, в принципе, нет... Если вы нормальный человек, если вас в детстве не роняли головой на кафель, и вы не собираетесь идти в лес для того, чтобы ножом рубить дрова, то есть, ну, если вы идете в лес для того, чтобы ножом резать, для того, чтобы ножом строгать, и иногда, может быть, немножко там какую-то силовую работу взять, вам этого обуха в 2,4 мм вот так вот хватит для абсолютно всего. И при этом на строгании, на нарезке этот нож порвет любой толстообуховый тактик того же самого Суприма. Поэтому надеюсь, что когда-то вот эта классика, она вернется в лес, вытеснив вот эти вот все прозападные 5-мм ножи. Полноценный совершенно у нас здесь напилен чойл. То есть, при какой-то мелкой работе, вот мой не худой указательный палец совершенно безопасно встает в этот чойл. Большой палец упирается в обух, и аккуратненько пошли резать. Плейновый клиночек, красивый традиционный сатин, Супримовский. И с одной стороны у нас надпись Фортуна АУС-8 Стил. И с другой стороны Кизляр Суприм коронован в России. Что-то мне дает... Ну, если на тестах какое-то мое мнение поменяется, я, конечно, об этом скажу, но мне кажется, что я вижу будущее, и что-то мне дает основание, право предполагать, что этот нож будет достойным продолжателем корсаровской линейки. И для, опять же, спокойных туристов-милитаристов, не для обезбашенных, это просто идеальный выбор для выхода в лес. Потому что он будет резать, 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 строгать, строгать. Я вспоминаю, на самом деле, этот тест корсара, как он строгал, как он резал на кухне, это просто было просто шикарно. Поэтому я очень надеюсь, что Фортуна, она поддержит вот эту вот именно марку, и вот эта пиратская серия, она станет, ну, действительно, какой-то вот... займет свою вот эту вот крепкую, заслуженную нишу хороших, добротных, качественных, походных ножей. Спасибо за просмотр. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok